Айшинск Айшинск был и продолжает оставаться транспортным узлом, а также межэтническим центром Запада Края. Здесь проживают представители разных национальностей. Татары, узбеки, латгальцы и русские немцы. Традиционные наряды, песни, танцы и угощения не оставили равнодушным никого. Нина Накаренко три года изучала родной немецкий язык, культуру и традиции. Вспоминаем и ищем рецепты, готовим эти рецепты и угощаем горожан. Те, кому неинтересны различные бузики, плюшки и фотозоны, речь о настоящих мужчинах, могли посвятить время на выставке авто и мототехники. Звук на полную уже сам по себе настоящий подарок для ценителей качественной музыки в машине. Турбованные двигатели, прокачанные авто. Организаторы 336-го дня рождения Айшинска постарались найти занятия для каждого. И, похоже, это удалось. Ребята, это самый замечательный город. И если этот город кто-то любит больше, чем я, то он мой клон 100%. Празднование дня города продолжалось до позднего вечера. Ради такого случая пригласили вокалистов из Красноярска и Москвы. Море света, качественного звука, живого исполнения на инструментах. Все это впечатлило горожан и подарило много хорошего настроения. Александра Репева, Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости. Дмитрий Шевцов, Енисей. Новости.